Третий трудовой семестр открыли сегодня на Белорусской атомной электростанции. Этим летом более 400 студентов из Беларуси, России, впервые из Казахстана, примут участие в возведении АЭС. Всего 23 студотряда. Они выполнят бетонные, каменные работы, займутся монтажом оборудования. Престижной работе соответствует и заработная плата. С героями студотрядов пообщалась Анастасия Винчо. И в свои 21 он матерый работник. Саша приехал на главную стройплощадку страны из Полоцка. В возведении объекта в Белорусской атомной электростанции участвует уже во второй раз. В прошлом году укладывал асфальт, в этом работает над бетонной стяжкой. Это столовая, здесь есть лазер, вон стоят ребята геодезисты, все под уровень делают. Наши ребята полными силами ровняют, все хорошо. Несмотря на то, что Даша в Беларуси впервые, опыт работы на подобных объектах у нее есть. Девушка составляла документы на атомных электростанциях в Ростове-на-Дону и Новом Воронеже. Сама из Нижнего Новгорода приехала сюда накануне вечером. Белорусское гостеприимство, признается, оправдало все ожидания. Встретили нас радушно, приняли, заселили в очень комфортабельное общежитие, чему мы очень рады. Условия просто шикарные, мы еще нигде на таких условиях не жили. Впервые к работе на строительстве Белорусской АЭС студотряды приступили в 2013-м. Тогда в возведении объекта приняли участие всего 60 человек. Сегодня рекордные 428 из Беларуси, России и впервые из Казахстана. Учусь на кафедре атомной электростанции. Это мне поможет в дальнейшем полностью узнать работу атомной электростанции именно изнутри. На стройку 21 века попали только лучшие. Отбор бойцов проходил на конкурсной основе. Лучшим работникам и лучшая зарплата. В прошлом году некоторые ребята здесь заработали по 17 миллионов рублей. Третий трудовой семестр только начался, а ребята уже поговаривают о карьере на стройке АЭС. Приехать сюда в следующем году мечтает каждый. В студотрядах учат, что главное работать в команде. Саша, можно лопату? Знакомства, заведенные здесь, позже перерастают в дружбу на долгие годы. Да и сами ребята, думаю, будут помнить, что когда-то в 2016-м они участвовали в строительстве атомной электростанции. А значит, строили будущее страны. Анастасия.